Так, друзья мои, находимся мы в самом центре сердца столицы. Сегодня 31 октября, уже через менее чем час будет 1 ноября. И вот как раз эти два дня, 30 и 31 октября, в Москве был впервые после лета 2019 года снег. Ну, что сказать, снег был довольно слабый, в большей части он подрастал, но в некоторых местах он даже вот остался. Вот смотрите, да, где Феррари тут у нас продается. Сегодня также я работал последний день на месте работы, где я был 2,5 года. Какое-то место работы в принципе не важно, но придется заменить все это дело на какую-то иную работу. Что, возможно, такую же, но в иной компании, неизвестно. И что нужно отметить? Все-таки мне нужно купить стабилизатор, просто его брать и какие-то, может быть, тематические ролики что-то делать. Вот. Я не знаю, было бы, конечно, с одной стороны классно. У меня, кстати, еще есть несколько каналов, скажу честно. Там побольше подписчиков, но их тоже не очень много, а на этом канале их вообще в принципе немного, да. Москва-гид я его назвал. То есть я хоть и не из Москвы родом, но, в общем-то, в каких-то местах-то я побывал. А некоторые даже, получается, хорошо знают, да. В общем, если захочется что-то спросить, например, а проведи-то репортажик там-то, а прогуляйся там-то, а покажи-ка самые интересные места. Да, не знаю, какой-то запрос. Потому что, конечно, я могу это и сам делать просто так, ходить, что-то разговаривать. Это, ну, почему бы и нет. Многие так делают. Но когда есть запрос, когда есть какая-то задача, это будет несколько поинтереснее делать. Я буду точно знать, что это я хотя бы для кого-то делаю. Потому что если один человек мне даст запрос, и я это сниму для одного человека, то я, по крайней мере, буду точно уверен, что вот я для него сниму. Ну, а дальше я думаю, что когда-нибудь канал наберет много подписчиков. Потому что что такое вообще подписчики, да? Это значит, что что-то интересное смотрится в каком-то роде. Либо познавательное, либо развлекательное. Либо что-то совместное. Вот. Ну, либо то, что просто приятно смотреть. Вот приятно ли смотреть сейчас вот это видео? Не знаю. Вот, например, это должен голос донравиться, наверное, отчасти. Стилистика моя должна нравиться речи, да? Большой театр, в котором я не был. Ну, там можно, конечно, побывать. Ой. Так, а пойду-ка я, наверное, сейчас. Ну, а самое главное, да, виды. Или виды, которые показываю. Если кто-то на них каждый день смотрит, то это вообще неинтересно. Ну, а те, кто, скажем, тут ни разу не был или был мало раз. И вообще это временная такая тема, что вот, мол, а что было вечером 31 октября 2019 года в Москве на Маховой улице? Или на театральном проезде? Или у станции метро театральная, да? И вот опачки видео включается. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем такой легкий видосик на канале Москва Гид. Вряд ли я буду канал этот переименовывать. Но есть у меня некоторые каналы, которые я прям много раз переименовал. Даже вот есть Инстаграм, да, казалось бы, который можно нахер удалить. Но я его не удаляю. Хотя у меня когда-то он был давно. Году в 14-м. Потом я его удалил. Потом создал совершенно новый. Переименовывал его раз, наверное, 7 в зависимости от тематики. Ну и сейчас там какое-то название, которое не факт, что оно сохранится. Вот. В общем-то, что сказать. Ночной проспект Маркса, который сейчас уже так не называется. И вообще Маркса, вот самый прикол, что в Москве нет улицы Маркса. Но проспекта тем более. Хотя долгое время был когда-то. То есть это теперь театральный проезд. Вот та вся часть, да, к Луганке. Это вот Госдума, улица Маховая. Я даже не знаю, у меня такое ощущение, что на улице Маховой всего одно здание. Это и есть Госдума. Ну, а, сори. На самом деле это охотный ряд улицы. И на нем одно здание. На Маховой-то, в принципе, достаточно всяких разных адресов. Ну и вот. Ой, а что у нас тут со входом-то? Не понял. Закрыли что ли или что? Или да? Ну, закрыли, ничего, с любой другой станции увидим. То есть здесь есть, получается, стыковочка театральной зеленой. В том числе вот там и здесь. И получается красная веточка. Это охотный ряд. Он тоже... Но он вот, кстати, не там. Там площадь революции синяя и зеленая театральная. Охотный ряд все-таки там. Вот. Короче, метришка работает. И вход вот такой. На зеленую веточку сейчас идем. Я с нее хочу одну станцию проехать. До... До куда? Наверное, до Новокузнецкой спущусь. Там пересяду. На самом деле, можно было совершенно не так поступить. А сегодня просто особенный день. И я решил именно с театральной уехать. Ну, просто такое вот решение. И немножечко поговорить на тему. Пока, конечно, накатенело, пока я иду тут ебдить. Так. Пятерочка. Троечку приложили к пятерочке. Так. Ну и вот идем. Так. Сейчас я дойду до поезда. И там запись прекращу. Потому что все, что я хотел сказать, я, в принципе, сказал. Скажу честно, здесь я бываю, ну, просто крайне редко. В основном я бывал очень много на Лубенке. И на Китай-городе. Наверное, две основные станции. Ну и та, где я еще, наверное, живу, да. Или где жил. Там у меня несколько было основных станций за все время. Жития здесь. Жития, бытия. Ну и, в принципе, были станции, на которых я, наверное, был часто по работе. Ну, театральная, это, конечно, знаковая станция. Потому что это стыковка с красной, да, линией. И зеленая сама по себе, она же вторая. Ну, имеется в виду, первая это красная, а это вторая. Даже по срокам изготовления, ввода в эксплуатацию. Ну все. На этом можно завершить. Сейчас мой поездок подъедет. Давайте, друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok